Екатерина Серёжникова, как вы знаете. Сегодня понедельник, второй недели каталога. Ребята, мы поговорим сегодня о рекрутингу. Ой, отлично. 23 часа. Светлана, вы просто молодцы, что в 11 часов вы вместе с нами. Вот. Это очень круто, потому что вам это нужно, да. Я вижу, что именно вот такие люди достигают результата, кто видит цель, для чего ему нужно, да, тратить время на рекрутирование, на вебинары, обучаться. Ребят, я приехала буквально вчера, да, из Москвы прилетела. У меня было 4 дня, просто немножечко в двух словах скажу, да. Просто 4 дня мозгового штурма. 4 дня прокачки мозгов. Просто реально, вот я, да, я много информации знаю, много видела, много семинаров, конференций и так далее. Но вот каждое, каждое мероприятие, оно настолько идет, как бы, перезагрузка в голове, потому что бизнес не стоит на месте, потому что технологии не стоят на месте, потому что сегодня ты слышишь то, что ты вчера не слышал, потому что ты не готов был это услышать. Вот, потому что на самом деле нужно постоянно обучаться, ребят. И наши вебинары – это обучение. И даже если ты слышишь уже о рекрутировании, приходишь и уже слышишь что-то новое. Ребят, обучайтесь, читайте книги, смотрите YouTube. Там очень много нужной информации. Приходите на наши вебинары, потому что обучение именно – это неотъемлемая часть успеха в нашем бизнесе, быть профессионалом. Вот. И я хочу сказать, что, ребят, обязательно ставьте себе цель и в июне приезжайте на мега-форум в Москву. Понимаете, это такое масштабное мероприятие, где переворачиваются мозги, где понимаешь по-другому смысл этого бизнеса, отношения между людьми. Вообще вот как бы, вообще изнутри видишь этот бизнес. Поэтому по возможности не ищите причины, почему вам не быть в Москве. Денег нет, еще что-то семейное, еще что-то обстоятельства. Сделайте все, что… все, что вы можете, чтобы быть на мега-форуме в Москве. Вот это я поняла еще раз, побывав сейчас на потрясающем конгрессе предпринимателей. Если в прошлом году там было с уровня золотого директора 250 человек, то в этом году там было, ребят, тысяча человек с уровня директор. Самые сильные, самые активные, самое-самое, да, предпринимательство России, предприниматели России. И настолько это, ну, необходимо, что обязательно, вот я вам рекомендую ездить, посещать все мероприятия компании. Хорошо, договорились. Не жалейте на этот денег, вы инвестируете в себя, вы инвестируете в свой бизнес. Вот. Потому что очень много я общалась, не только, ну, спикеров, ценно вот эти вот мероприятия, поездки, не только тем, что ты слышишь спикеров, которые выступают. Да, вы тоже, вам компания показывала прямые эфиры, да, там, Хафизова, Васильева, Долженко, кто выступал. Но, окунувшись в эту атмосферу, вы по-другому ложитесь этой информацией совсем по-другому. Это раз. Второе, вы можете с успешными людьми пообщаться, задать вопрос, который интересует именно вас, получить ответ, который вам будет, да, совершенно необходим, как бы, последним пазлом для вашего успеха. Вот. Поэтому, ребят, нужно не просто, да, в Ютубе, да, можно информацию взять определенную, вот, но, вот, когда ты там, когда ты мегафорум, и мегафорум будет записываться, и вы можете увидеть, вы можете подумать, да, мегафорум по-любому я могу в Ютубе потом посмотреть, какая разница. Вот. Ну, сегодня вот на нашей планерке коллеги, да, команда Олеси Дэй будет выступать, рассказывает свои ощущения от встречи, которые эксклюзивно, да, нас пригласили в субботу. Маргарита Полежаева собрала просто такую в узком кругу встречу, и мы были туда приглашены, и там выступали очень известные спикеры, об этом будет позже сегодня на планерке на нашей. И вы просто послушайте новичков, которые первый раз на таких встречах, их ощущение, что они не просто в Ютубе слышат людей, а видят их вживую, слушают, как ложится информация и эмоции, и ощущения. Поэтому, коллеги, я в полном восторге от Конгресса. Я же не жалею ни одного рубля, который я потратила на поездку, она была недешевая, я вам могу сказать, да, то есть Конгресс все было, как бы мы сами оплачивали. Но оно того стоит, ребят. Ценность информации, которую мы там получили, она стоит гораздо дороже. Так что, ребята, мы строим бизнес, мы пришли в серьезный бизнес, и если вы изначально относитесь к нему как к бизнесу, тогда у вас действия будут другие, понимание будет другое, и масштаб, и видение будут другие. Итак, что я осознала? Что я осознала еще более глубоко? Я осознала, что у нас все очень классно, у нас есть онлайн-проект, мы работаем удаленно, у нас есть система сопровождения, у нас есть система запуска, да, у нас есть классная система проекта бизнеса красота. То, чего нет далеко, ну, не во всех командах это есть. Вот еще что я осознала, что, да, есть онлайн-рекрутирование, но по-прежнему, ребят, теплый рынок, наши знакомые, наши рекомендации, наши активные контакты, вот живое общение, да, даже если оно в интернете, но со своими знакомыми, оно эффективно, оно очень эффективно. И я задавала очень многим вопрос, кто твои ключевые партнеры первого уровня, кто твои директора? Это моя двоюродная стра, это моя там подружка, это рекомендация там знакомая моей знакомой, это моя там знакомая моей тетки, то есть, понимаете, знакомые знакомых. Теплый рынок. Поэтому, когда вы слышите, что теплый рынок рулит, это не просто так, да, слова. Надо не бояться с первых же дней идти на теплый рынок. Не бойтесь его испортить. Нельзя испортить теплый рынок. Можно обратить на себя внимание, и люди начнут наблюдать за тобой. Сегодня об этом будем говорить. Можно набраться опыта, да, навыков. Вот поэтому испортите, как многие бойцы. Я боюсь испортить теплый рынок. Сначала на холодном, да. То есть, поработаю полгода, год, два года. Вот. Ребят, не бойтесь. Теплый рынок – очень эффективный метод работы. И сегодня мы его разберем. Потому что, ну, так скажем, это немножечко я вижу, мы не максимально используем в своей работе. Вот напишите, пожалуйста, сейчас, у кого есть список знакомых. Если вы не слышали ещё, что такое список знакомых, напишите «не слышал» там, или «не знаю». А кто знает, напишите «есть». Вот. И напишите, сколько у вас там человек в списке знакомых. И сколько Светлана, Марина, сколько человек? Пятьдесят человек. Двести пятьдесят, Катюш. Молодец. Умно. Отлично. Светлана – триста двенадцать. Супер. Очень классный результат. Анжела, сколько у вас? Айжан, сколько у вас? Сюзанна. Есть триста с чем-то? Супер. Триста с чем-то. Это круто. Шестьдесят. Пятьдесят. Супер. Молодцы. Мне очень приятно, что пишут сейчас именно партнеры, которые еще не являются в директорском составе, да, то есть наши новички, либо наши новые консультанты и менеджеры. Кто еще? У кого есть список знакомых? Это все? Больше ни у кого нету? Сорок два. Отлично. Ну, то, что он есть, это уже здоровая любовь. Хорошо. То есть нам есть, ребята, о чем сегодня с вами поговорить. Я правильно понимаю. Вам интересна тема, как работать с теплым рынком? Как прокачивать теплый рынок и приглашать. Ну, понятно, сейчас я это пролесну, потому что рекрутинг, да, это основа бизнеса. Цель рекрутинга – это, конечно, поиск ключевых партнеров. Вот, кстати, вот в эту тему именно команда единомышленников, да, и предпринимателей. Вот об этом, ребят, послушайте, пожалуйста, выступление Антона Долженко на Конгрессе. Оно есть в открытом доступе в Ютубе, который говорит, что основа, ребят, это формирование автономно работающих лидеров. Что значит автономно работающих лидеров? Это значит люди, которых вы не будете всю жизнь, знаете, на аркане тянуть, уговаривать, мотивировать, ну, вот, делать что-то за них, да, потому что, знаете, обезьянки очень, ну, часто так садятся, да, на плечи. Очень сложно потом их самостоятельно, так скажем, отправить в дорогу, да, то есть заплыв, как говорится. Вот, поэтому нужно изначально, да, то есть приглашая людей, готовить их к автономно, к самостоятельной работе. Ребят, и вы должны понимать, что это бизнес, это ваш бизнес, и вы изначально, с первых дней, кто берет ответственность за свой бизнес, с первых же дней, у того он быстрее получается, к тому приходят более качественные партнеры. Не ждите, когда спонсор что-то за вас делает, когда он вас смотивирует, еще что-то. Ребят, поняли идею? Берите, делайте. Вот, поэтому и приглашая людей, вы понимаете, а вот этот человек, он, так скажем, моим критериям ключевого партнера соответствует или нет? Потому что на начальном этапе, ребят, я просто что вижу, и что я сейчас поняла, да, с конгресса, наши новички пытаются хоть что-то зарегистрировать, все, что движется, понимаете? Наша задача вот списка знакомых, не просто перепись, вот куча-куча зарегистрировать людей, ребят, нет, не это же задача. Наша задача с этого списка, о чем мы сейчас будем говорить, найти людей, которые в потенциале готовы работать как автономные лидеры, понимаете? Они, понимаете, которые будут долгосрочно с вами сотрудничать, понимаете? Потому что наш бизнес же не на один день мы строим и не на один даже год. Вот это понимаете? Вот, поэтому, ребят, не надо все и вся. Вот, ваша задача перебирать людей, давать возможность и искать людей, которые готовы быть автономно работающими лидерами. Вот, поэтому задача рекрутирования, о чем мы сегодня говорим, это создать поток новичков, да, уже на презентацию, на собеседование, на информацию и дальше с ними работать. Ребят, конечно же, цель наша, вот многие, да, об этом говорят. Первое, да, рекрутинг это ежедневный должен быть. Скажите, пожалуйста, кто сегодня рекрутировал? Скажите, кто сегодня рекрутировал? И напишите, сколько вы сегодня провели презентаций? Сколько провели презентаций? Сколько провели, ну, сейчас это можно сказать, там, собеседование, да, то есть, хотя тоже Антон Долженко очень так об этом высказался. Давай, ну, как бы, по-другому, то, что нужно презентации провозить. Послушайте. Вживую одну презентацию, не вживую, а в мертвую, да? Ну, неважно, Светлана, это могут быть созвоны в WhatsApp, например, по телефону, да, то есть презентация, подача информации. Это может быть в Skype полноценная презентация, это может быть даже по телефону получасовая презентация. Номер не дают позвонить. Здесь вопрос надо разбирать, почему не дают номер, да? То есть, как говоришь, что говоришь. Вот, это тоже очень важно, потому что мне дают номера. Как оформлена страница, да, и как начинаешь разговор. Вот это очень тоже важно, разберите со спонсором. Пять переписок или пять собеседований голосом, пять презентаций. Собеседование провела. Скажите, а у кого сегодня есть одна регистрация? У кого это количество собеседований привело к вас к регистрации? Напишите прям цифру, один, две, сколько регистрации у вас сегодня? Рекрутинг, одна презентация, ага, молодец. У Светланы одна, один рекрут, молодец. Вот у вас, хотя у вас уже 11 часов вечера, не успеете вторую, да. Хотела сказать, что не останавливайтесь на достигнутом, давайте еще регистрацию. Ага, у Натальи одна регистрация, умница, аплодисменты. Первая, аплодисменты, вторая думает, молодцы, вот, вот. Ребят, что хочу сказать, знаете, дойти до одной регистрации в день, это, конечно, цель, не у всех она получается. Ребят, хочу сказать, что не у всех топовых лидеров получается одна регистрация в день, да. Но это возможно, если вы ставите цель, во-первых, такую, и вы реально ежедневно рекрутируете, переписываетесь и так далее, делаете звонки. Потому что, да, я запись поставила. Потому что, понимаете, регистрация сегодня, она может быть результатом не сегодняшней работы, а, например, двухдневной давности, недельной давности. Если мы говорим про теплый рынок сегодня, это может быть результат вашей, там, активности месяц, два месяца назад. Бывает такое, ребят, когда теплый рынок, он не сразу, так скажем, выстреливает, да. Когда человек получил информацию и начал наблюдать за вами в социальных сетях, да, поэтому мы и говорим, завтра будем говорить опять о развитии личного бренда. Ребят, вот все взаимосвязано. Нельзя просто так, например, делать переписки со знакомыми в социальных сетях, вот, добавлять его в друзья, а человек, ну, видит, что у вас неинтересная страница, да, то есть куда идти, что, да, то есть он не понимает, чем вы занимаетесь, то есть он не видит вашего образа жизни, то есть, ну, неинтересно, не развивается вы личный бренд. Поэтому человек не созреет, а если вы развиваете личный бренд, то он наблюдает и придет, поэтому сегодня может быть регистрация по теплому рынку, понимаете, да, но результат работы не сегодняшнего дня. Но, если вы сегодня не рекрутировали, если вы сегодня не делали переписки, то, значит, через неделю или завтра у вас тоже не будет рекрутов, потому что вы сегодня профилонили. Нельзя, знаете, сегодня активно-активно работать, потом три дня не работать. Тогда это не будет давать, понимаете, одной регистрации в день. Вот в чем фишка. Не то, что вы сегодня работали 12 часов и у вас нет регистрации, понимаете, вопрос, а вчера ты работал, а позавчера ты работал, чтобы люди у тебя дозрели и сегодня была эта регистрация. Мы очень часто хотим вот такую регистрацию, ребят, сделали переписочку, раз и тот же человек зарегистрировался. Мы говорим, ой, классно, через два дня человек перестал выходить на связь. Потому что эти вот быстрые регистрации, особенно после переписок в директе, да, но они слабенькие, они не мотивированные. Их потом очень как бы нужно активно, ребят, реально, но это уже запуск новичка. Поэтому вот если вы будете именно ежедневно переписываться, созваниваться, то вы дойдете до того, что у вас будут вот эти вот пойдет, пойдет, пойдет одна регистрация. Кто со мной согласен, поставьте циферку 10. Да, Мариш, вот выпадаешь, я по себе знаю, да, у меня тоже сегодня нету одной регистрации, ребят. Нету, потому что я 4 дня, ребят, не рекрутировала. Потому что, ну, невозможно было приходить в полтретьего ночи, в 7 утра вставать, 4 дня не спать и еще и рекрутировать, да, каждый день. Потому что ты либо рекрутируешь, либо Магнуса слушаешь, да, с Васильевыми. Вот, поэтому, но я сегодня это все, так скажем, начала опять-опять-опять маховик закручивать. Согласны, спасибо вам за вашу ответную реакцию, поэтому, ребят, давайте договоримся, да, ежедневно рекрутим. Ну, понятно, что вначале, ребят, конечно же, ну, вот 100% вы должны уделять рекрутированию. И потом уже там 3%, 5%, 10% времени сопровождению. Ребят, нельзя уходить, пока вы еще не директор, нельзя уходить в 100% сопровождение. Вот это хочу сказать еще. Да, может быть, сейчас к списку знакомых перейдем, но вот это очень важные моменты, потому что у нас очень много, я вижу, партнеры, которые, почему неделю рекрутинга нету, вторую неделю рекрутинга нету, что делаешь, сопровождаешь, кого сопровождаешь? Троих новичков, которые там 2 недели назад зарегистрировались. Ребят, уходишь из системы, понимаете? Ребят, нельзя уделять, пока ты еще не директор, и то даже на уровне директора нельзя уделять 100% сопровождение, потому что все равно 1-2 часа ты должен даже как директор тратить на рекрутирование. По себе, ребят, знаю. Потому что когда уходишь в сопровождение, тогда приседает рекрутинг, и персональная группа приседает, понимаете? И нет закладки новых веток. А если вы еще не директор, то вы вообще не можете уходить на неделю, на 2 недели в сопровождение там троих новичков, понимаете? Потому что вы их будете сопровождать, они потом сольются, и у вас 2 недели притока новичков нет. И вы заново начинаете ежедневно рекрутинг входить вот в этот вот цикл. Поэтому, как Хафизовы сейчас вот. Вообще, кто слушал? Да-да-да-да-да. Кто слушал прямые эфиры, ребят? Давайте, напишите цифру 5. Кто слушал прямые эфиры, которые компания транслировала с Конгресса? Елена Петровна, вы вообще звезда. Вы звезда прямых просмотров. Вы все смотрела. Умница вообще. Молодец. В прямом эфире, в прямом эфире смотрели. Умнички, молодцы. Так вот, что сказала... Ага, молодцы. Что сказала Хафизова? Хафизова, через ЗЭМ. Хафизова. Напомните про сопровождение рекрутирования. Что она сказала? Это человек золотой исполнительный директор. Это вот к моменту тех, ребят, вот кто уходит в обучение. Я сначала еще не всему научилась. Я буду 3 месяца обучаться. Есть такое у нас, да, партнеры с таким направлением, ребят. Есть направление, которое вот уходит в сопровождение трех новичков. И месяц их сопровождают. Понимаете? Кто-то, наоборот, рекрутирует и бросает, рекрутирует и бросает, и не умеет сопровождать. Поэтому, ребят, вот именно... Вот в чем секрет успеха? Именно умение так распределять свое время. И вот Гандапас, да, который самый дорогой титулованный бизнес-тренер России выступал на нашем конгрессе. Самомотивация, самодисциплина, да? То есть, если ты себя не сумеешь дисциплинировать... Ленечка, дай поработаю чуть-чуть, зайчик. Вот, зайка. И самодисциплина. Если ты себя не можешь самодисциплинировать, как ты людей своих самодисциплинируешь? Поэтому человек говорит, Хафизова, золотой исполнительный директор, она 3 часа... День, она обучается, проводит вебинары, да, читает книги, смотрит YouTube. Понимаете? Четко, четко, четко. Вот эта система, я давно у нее это слышала. У меня пока так не получается. Но я вот к этому стремлюсь, чтобы вот это все полноценно было. Понятно, ребят? Поэтому вот эта таблица об этом и говорит. Давайте не будем перекосов делать. К вопросу рекрутирования. Где искать кандидатов? У кого-то еще возникает такой вопрос? Где искать людей? Ребят, да везде, где они есть. А где у нас есть люди? Не, ну, конечно, если вы живете на необитаемом острове, где нет интернета, допустим, да, и людей рядом, то, конечно, вам, вероятно, их негде будет взять. Но если вы живете в населенном пункте... Ребят, я очень много сейчас людей познакомилась, которые живут в небольших населенных пунктах, понимаете, в административных центрах. 30 тысяч человек, 50 тысяч человек. И они директора, золотые директора, бриллиантовые директора, ребят. Понимаете? Потому что там люди есть везде. В магазине друзья есть, детские площадки, парикмахерские, понимаете? А еще есть интернет и все возможные ресурсы. Правильно? Вот. Поэтому самое главное не решать за других. Вот. И есть такое правило вытянутой руки. То есть там, где каждый человек, который на расстоянии вытянутой руки, тому я делаю предложение бизнеса. Поэтому основные методы рекрутирования, которые мы сейчас, да, в своей команде выбрали, это список знакомых, ребят, на первом месте. Доски объявлений или соцсети. То есть здесь уже кто что берет для себя. Я, ребят, не работаю по соцсетям. Вы можете даже меня ничего не спрашивать по ним. Но у меня есть в команде партнеры, которые качественно и лучше меня работают на досках. Понимаете? Поэтому это к ним по доскам. Социальные сети. Да, то есть я работаю в социальные сети. Вот. И каждый должен иметь личный бренд в социальных сетях. И если вы хотите рекрутировать, то еще дополнительные страницы. Об этом мы на этой неделе... Это будут темы следующих наших вебинаров. Сегодня мы поговорим с вами. О теплом рынке. О наших знакомых. Есть такая рекомендация. Потренироваться на 100-200 кандидатах с холодного рынка и идти на теплый. Для того, чтобы отработать, прежде всего, подачу информации. Вот. Но. То есть подача информации, собеседование, презентация. Но, ребят, я так хочу сказать. Если ваш менеджер, ваш спонсор готов для вас с первого же дня проводить собеседование, да? Проводить презентацию с вашими знакомыми, делая обзвоны. То надо ждать неделю, две, месяц, два, когда вы созреете, чтобы пойти на теплый рынок. Согласны со мной, каждый спонсор, ребят, я жду, когда мне партнеры моих растущих веток начнут приглашать людей на собеседование по теплому рынку. Когда будут приглашать своих знакомых на собеседование. Когда будут давать телефоны, которые надо обзвонить подготовленных людей. Ребят, я жду, когда я начну, ребят, слышите меня, моя персоналка, растущие ветки. Жду этого, чтобы позвонить, чтобы обзвонить. Поэтому, ребят, и каждый спонсор, он не откажет вам помочь в обработке теплого рынка. Сейчас об этом буду говорить. Поэтому не надо ждать. Вот. Если вы хотите сами проводить собеседование с теплым рынком, то потренируйтесь, конечно же, и вперед. Понятна моя идея? Вот. И, конечно же, ребят, если нет списка, то нет бизнеса. Это основа нашего бизнеса. Это любая книга MLM вам скажет. Итак, что такое список знакомых? Раньше у нас компания бланки давала. Сейчас, ну, я рекомендую не на бланках, я рекомендую тетрадь. Взять тетрадь. Вот. Но сегодня я прослушала один из вебинаров, когда я готовилась. Посмотрела, ну, еще там наткнулась на информацию, на интересную. И рекомендую вам. Я сама еще не смотрела, только сегодня как бы узнала вот эту рекомендацию. А вам также рекомендую посмотреть, ребят, Аркадия Шарова. Никто не смотрел Аркадий Шаров видео про теплый список? Ой, про теплый список. Про список знакомых. Кто-нибудь смотрел Аркадий Шаров? Никто не смотрел? Сергей смотрел. Аркадия Шарова, там у него много разных видео, но именно про список знакомых. Так вот, он рекомендует несколько... Я другие у него видео смотрела, вот мне наткалась на этот. Рекомендует немножечко... Вот. Елена смотрела. Молодец. Вот. И он рекомендует немножечко по-другому описать список знакомых, потому что у меня, например, до сегодня было бы таким списком написано. Конечно. С телефонами, например, да, и комментарии. И для каждого человека, для комментариев у меня была одна строчка. Хочу сказать, что да, это немножечко неудобно, потому что хочется сюда больше информации про человека написать, например, когда контакт с ним делал, что предлагал, например, да, как человек отреагировал. Потому что нет не значит никогда, ребят, запомните это. Просто сейчас люди не готовы. И если вы будете писать, в каком месяце, в каком году вы делали человеку предложение, вам потом, отрабатывая, еще раз прорабатывая список знакомых, вы будете видеть, слушай, я там уже полгода этому человеку не звонил, дай-ка я напишу ему, а что у него в жизни сейчас происходит. Понимаете? И поэтому он рекомендует, знаете как, то есть вот таким вот образом, вот так чертить и вот так. Так, ну посмотрите, послушайте, услышите, в два столбика как бы таких широких. Первый столбик, там будет имя, там допустим фамилия, ну как человека зовут, телефон, а во второй широкие такие комментарии. То есть сначала ты пишешь комментарии, кто это, допустим, а потом ты уже пишешь комментарии, когда отрабатываешь список знакомых, как он отреагировал, либо он уже стал консультантом, либо ты ему в интернете, например, от такого-то часа предложение сделал, там, он думает, либо он порекомендовал тебе кого-то, да, рекомендацию от его имени. Понятненько, да? Поэтому я обязательно список знакомых приняла сегодня решение переписать уже немножечко по-другому, более эффективно, чтобы было. Но, ребят, как бы вы ни написали, как Шаров рекомендуют, либо просто вот, как я, да, делала до этого, в такой список с телефонами, комментариями, обязательно комментарии. Вот, не оценивайте никого, не думайте. Очень многих я видела сегодня, да, 50 человек, 40 человек, например, да, список. И мне хочется задать вопрос, почему так мало? Даже не столько почему так мало хочется задать вопрос, сколько, кого вы туда записали? Только самые-самые близких, окружение свое, кого, ребят? 42 человека, 50 человек. Ребят, вот потому что есть статистика. Ребят, понимаете, этот бизнес, он вообще бизнес-цифр, если честно. Бизнес-отношения и бизнес-цифр. Поэтому есть статистика, которая говорит о том, что в 20 лет у человека есть минимум. Знаете, я слышала статистику в свое время 300 знакомых в 20 лет. А вот сейчас я услышала на конкрете, что вообще тысячу человек. У человека в 20 лет уже есть тысяча их знакомых, ребят. Поэтому мы с кем-то были в садике, мы с кем-то были в школе. Кто-то в двух школах был, да, то есть я, например, в двух школах была. Кто-то был в колледже, после этого в институте, потом в аспирантуре, потом на курсе переподготовки бухгалтеров, потом мы были на курсе повышения квалификации парикмахерского искусства. Допустим. Затем мы были на каком-то тренинге, семинаре. Потом мы ходили к какому-то раньше парикмахеру, потом мы его поменяли. Соседи жили в одном доме, пока замужем не были, да, были кучи знакомых там. Потом переехали замуж, вышли, новые знакомые появились. Вот сейчас, понимаете, я вам дала уже людей, которых здесь уже явно не 50 человек, понимаете, если в классе 32 человека. Если вы не помните их имен, ребят, я не помню имен своих одноклассников, честное слово. Особенно с 1 по 7 класс. Не всех помню, на лицо помню, по фамилии не всех помню, честно. Что я сделала? Я пошла к маме, открыла выпускной альбом, где написано фамилии, имена. И переписала. Юх! Переписала, понимаете, все, 32 человека уже в списке есть. Ребят, сейчас они сами ко мне выходят на связь в одноклассниках. Заходят в гости, смотрят, понимаете, кто-то с чем-то поздравляет. Я садик тоже не помню, но я открываю, хопа, садиковские фотографии. И оказывается, что я в институте училась с девочкой, которым были в одном садике, в одной группе. Она мне это сказала на пятом курсе института, понимаете. Сейчас мы с ней дружим. Поэтому, и она у меня сейчас партнер, партнер, который начала рекрутировать, но с тремя маленькими детьми немножечко ей работы сложновато. Она пока еще в качестве созревания, да, идет. Пока совсем жизнь не, да. Короче, жизнь готовит людей к сетевому бизнесу. Так вот, не факт. Самое главное, что эти люди есть в списке знакомых. Поэтому не пишите, ой, не пишите, не думайте, да, не оценивайте. Просто пишите знакомых, не решайте за них. Вот. Ну, как я говорила, указываете. Близких родственников, друзей сначала, да. А я даже про родственников забыла, сразу с одноклассников начала. Соседей, партнеров. Пишите фотоальбомы, берите, да. Мобильные телефоны. Открывайте телефонную книжку. Знаете, я как делаю? Сейчас же телефоны меняются. И я когда список знакомых брала, я прям беру старые свои телефоны, кнопочные еще. И прям беру и по телефонной книжке. Преподаватели мои, там еще кто. Ну, короче, всех-всех-всех переписываю со старых телефонов. Вот. И еще, ребят, одна такая фишка классная, которая увеличивает многократно количество вашего, ну, людей в списке знакомых. Это знакомый ваших, круг общения ваших знакомых. То есть, например, я пишу человека и думаю, а кого я знаю у этого человека, там, одногруппница, например. Так, я знаю ее маму. Пишу мама. Потому что там она работает там-то, допустим, да, если мы из одного города. А кого я знаю у нее? О, у нее есть сестра еще младшая. Пишу сестру. И так далее. Поэтому этим самым круг знакомых, он увеличивается. Понятненько? Следующий момент. Список знакомых, ребят, это не просто список людей. Это живой организм. Это активный инструмент работы, который постоянно-постоянно-постоянно пополняется и должен пополняться. Потому что мы, ребят, живем. Мы выходим из дома. Сейчас, ребята, я приехала из Москвы. Я в таком кайфе, ребят. У нас сегодня было 30 градусов жары на солнышке. Было у нас 25 или 23 в теньке. Ребят, я сегодня так прогрела свои косточки, пока шла пешком до садика с детками. Я вообще кайфую. Я такое теплолюбивое растение. Я прям вообще класс. О чем это говорит? О том, что все дворы. О том, что столько мамочек с колясками. Я сегодня пока шла с садика. Я уже знакомого встретила с маленьким ребенком. Понимаете? Понесла ее в свой список знакомых. Ребят, это дополнительно... Вот тепло пришло, ребят. Весна, лето. Сейчас самый кайф делать активные контакты. Общаться с людьми. Раздавать визитки. Брать рекомендации. Пользуйтесь этим. Пользуйтесь. Увеличивайте свой список знакомых. Вот. Поэтому ежедневно, если знакомиться с тремя-пятью людьми, вот, это очень круто. И даже если одного человека в день вы будете записывать в список знакомых, это будет очень круто. У вас, представляете, на 365 человек в год будет увеличиваться список знакомых. А плюс вы еще кого-то встретите, познакомитесь в интернете. Вот. Поэтому дополняйте список знакомых, пишите. Вот. И вообще, вот, активные контакты. Настолько крутой сейчас, ребят, метод рекрутирования. Это, конечно, не список знакомых. Но, как говорится, ребят, кто такие наши знакомые? Это незнакомые, у которых мы знаем, как их зовут. То есть был незнакомый, познакомились, как вас зовут, а меня так-то. Все, это уже ваши знакомые. Это уже повод написать человека в список имен. Понимаете? А если вы еще телефон не поменялись, а если вы еще, ребят, вот фишка еще в чем, знаете, добавляете всех сразу на свои страницы в социальные сети. Вот вы пошли, например, с ребенка в поликлинику, или, например, на утренник к ребенку, или там на родительское собрание. С человеком, допустим, поговорили, ну, просто вот на нейтральную тему. Добавьте. Человек, слушай, а ты есть в Инстаграме вообще? Есть. А давай поменяемся. А как тебя зовут в Инстаграм? А давай найдемся. Ребят, люди за вами наблюдают. И этим самым вы будете увеличивать ваших подписчиков реальных, которые за вами наблюдают. И таким самым личный бренд будет срабатывать. Понимаете, вот не забывайте, если вы провели презентацию, провели собеседование, и человек пока не готов присоединиться к вам в партнеры, даже если это просто, допустим, голосовыми сообщениями, либо по телефону, вы добавьте этого человека, скиньте ему, скажите, вот моя ссылка на страницу, допустим, ну, основную, которую вы развиваете там в Инстаграм, либо в Однокласснике, добавляйся ко мне в друзья. Просто будем дружить. Просто будем дружить. Все. Понимаете, всегда на позитиве встречи. Заканчивайте, если даже человек после презентации к вам не зарегистрировался. Ведь это же не повод, да, там, мы с человеком повернулись отношения. Понимаете, кто так делает, ребят? Кто так делает? Напишите, пожалуйста, цифру 8. Кто так делает? Что, никто так не делает? Или меня не слышно, ребят? Меня слышно? Кто так делает? О, ну тогда я вам дала полезный совет. Потому что даже Хафизовы сейчас на конгрессе говорили об этом, если вы слушали, что добавляйте в социальные сети. Зависло все? На каком этапе, интересно? Вот. Это такая фишка. Вот, например, да, приведу пример. Зависает. Ой, а что же вы молчите? Не знаю, в принципе, я сижу близко от роутера. У меня полная сеть, ребят. Полная сеть у меня. Вот. Например, моя соседка. Приведу просто вот вам пример из жизни, да, работа со списком знакомых. Теплый рынок. У меня есть соседка на восьмом этаже. Мы живем в этой квартире с 2009 года. Сколько? Восемь лет почти. Вот. Ну, как-то мы с ней... Ну, естественно, там знаешь человека, познакомились, пообщались. Не общались, просто привет-привет. Потом узнала, как зовут. Особо, знаете, в гости друг к другу не ходили, не общались. Вот. Потом что-то как-то мы перекинулись разговором, что она когда-то работала в Морикей. Да? Я так охопана, так и знаешь, что ты информацию по кусочкам собираешь про человека. Ну, восемь лет назад, вы понимаете, не было онлайн, да, то есть не было интернета, чтобы там, ну, интернет был, вот это вот развитие соцсетей, вот этого так не было. Вот. Поэтому просто вот в офлайне собирала информацию. Так, работают в Морике, отлично, значит, есть опыт сетевого. Вот. И, думаю, так, написала ее в список знакомых. Отрабатывая список знакомых, думаю. Так, короче, Наташке нужно, значит, на восьмом этаже сделать предложение бизнеса. Была в Морике, девка грамотная. Вот. Что я сделала? Я пошла, знаете, раньше такой метод был прикольный. Ой, улыбнись соседям назывался. Представляете, как методы назывались? Улыбнись соседям. Кто помнит этот метод? Он так и назывался, улыбнись соседям. Я хорошо помню. И, переехав в новый дом, конечно же, в соседе много новых, я этот метод делала. Я пошла к ней, постучалась. Я говорю, привет, привет. Я говорю, слушай, у меня к тебе есть деловое предложение. Она говорит, что такое? Вот. Ну, и я говорю, так и так. Развиваю бизнес, приглашаю себя. Вот. Ну, поговорили с ней. Она говорит, слушай, ну, я не могу так, как ты. Понимаете? Что человек сказал? Я не могу, как ты, прийти почти к незнакомому человеку постучаться и предложить бизнес. Понимаете? То есть, как человека приглашаешь, так он и ассоциирует, что ему нужно будет делать то же самое. Она мне отказала. Ну, мы с ней в хороших отношениях, мы же соседи. Сейчас она родила ребенка. Она сидит в декрете. У нее хорошая машина, у нее не сам кашкай, да, миллионная машина. У нее своя квартира, то есть. Пусть однушечка, но своя. Да? Родила ребенка. Поняла, что, ну, как бы работает она сейчас не в полную силу. Думаю, так, надо Наташке снова предложить бизнес. Она же в декрете, а у меня ведь онлайн-проект для мамочек в декрете очень актуален. Я месяц назад, ну, или два месяца назад, думаю, так, нужно, 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 ну, список же отрабатываю, это же все, понимаете, вот написано в списке, это начинает притягиваться. Я ее встречаю, вот, понимаете, я подумала утром, я вечером с ней встречаюсь в этом, в лифте, вот, встречаюсь в лифте, и моя цель с ней контакт сделать. И я с ней опять ля-ля-ля, я говорю, слушай, Наташа, давай, ты есть в Инстаграм вообще? Есть. Мы с ней обмениваемся Инстаграмом. Обмениваемся Инстаграмом, я ее добавляю, она меня добавляет, я ей, как бы, делаю предложение, что у меня сейчас вообще онлайн-проект, работаем в интернете, вообще бомба. Вообще все по-другому, вообще все супер. Вот, она говорит, ну, сейчас нет пока времени, я только родила. Окей, ребят, но месяц назад я пишу, ну что, давай, там, поднимайся ко мне, я тебе суть бизнеса-то расскажу. Через директ мы с ней в Инстаграме переписывались, потому что у меня нет ее телефона. Она говорит, окей, отчеты сейчас пройдут, я говорю, давай телефон, дала телефон, понимаете, то есть постепенно это происходило, потому что, ну, это теплый рынок, это не так все быстро иногда бывает. И в результате перед Конгрессом сейчас, буквально неделю назад, мы с ней встречаемся, я говорю, так, я что-то не поняла, мы вообще когда с тобой встретимся? То есть я уже так как бы, да, то есть не приходи ко мне поговорим. Я говорю, так, короче, когда мы с тобой встречаемся по бизнесу, она говорит, давай на следующей неделе. Я говорю, ну, как раз я с Конгресса приеду. Вот, потому что, говорит, мне так интересно, чем вы занимаетесь, я тебе не гарантирую, что я приду, но мне так интересно, потому что, я говорю, ну да, вот тут, она говорит, да я вижу. То есть она ничего не лайкает мне, но она наблюдает за мной в Инстаграме, потому что два месяца назад я ее добавила в свой Инстаграм. Она в курсе про меня, она в курсе, что я уезжаю на Конгресс, ребят, понимаете, потому что когда я начала, я говорю, что я на Конгресс уже, она говорит, да я видела, я так читаю твои посты. Она говорит, мне так интересно, чем вы занимаетесь, потому что она видит нашу фотосессию, нашу команду. Понимаете, чем, к чему я это все, вот эту вот историю вам сейчас привела? И я буквально вот завтра ей тук-тук-тук или там звонок, все, давай, встречаемся, рад, потому что ей уже интересно. Я вот развитием вот этим вот личным брендом, правильными постами, постепенный к ней грамотному подходу, человек уже готов, понимаете, она готова меня слышать. И у нее уже, понимаете, у такого человека информация по-другому будет ложиться. Не с точки зрения, что я уговариваю, а с точки зрения, ребят, ну наливай, с точки зрения, что ей это интересно, она ищет, а я работодатель, понимаете, я делаю предложение. Вот когда говорите, ребят, со знакомыми, с незнакомыми, сразу изначально ставьте себя на позицию работодателя, на позицию, что вы доминируете, вы задаете вопросы, вы даете информацию, вы набираете партнеров. Вы для человека выгодны, а не он для вас. И вот это вот, если вы начнете вот таким образом с человеком, собеседование, презентацию проводить, ребят, вы увидите, более качественный рекрутинг пойдет. И у вас будет без уговариваний, у вас будет меньше возражений от людей. Вот поверьте, вот кто со мной согласен, поставьте цифру 5. Вот. Таким вот образом. Поэтому, ребят, что мы делаем дальше, коллеги? То есть, если вы, молодцы, спасибо, если вы новички, вот давайте разберем, что вы новички. Есть такие? Цифру 1 напишите, кто новички? Так, сейчас. Есть такие, отлично. Смотрите, ребят, вот вы, новички, ваша задача потом по этому списку пригласить человека на презентацию к вашему спонсору, к вашему менеджеру. Ребят, поверьте мне, ваши менеджеры, ваши директора ждут, когда вы начнете приглашать своих знакомых. Господа менеджеры, господа директора и менеджеры, напишите цифру 2. Кто готов и кто хочет, чтобы ваши новички вам приглашали людей, знакомых, партнёров для презентаций? Кто готов, кто хочет этого? Ну, сразу говорю, ребят, новички, задача спонсора не работать за вас. Задача спонсора научить вас это делать. Задача спонсора проводить не месяц, не два, не полгода собеседования за вас. Я сейчас не говорю, ребят, что спонсор за вас собеседование будет проводить. Я говорю о том, что первые 5, ну, 7-10 максимум, да, собеседований спонсор проведёт с вашим тёплым рынком, чтобы вы научились. Понимаете? Я сейчас посмотрю, кто спонсора готова. Угу. Молодцы спонсоры. То есть, а как будет проходить это обучение? Если человек, например, вы дадите телефон, и спонсор будет звонить. А очень просто, ребят. Есть такая программа, как киностудия. И спонсор, проводя собеседование с вашим партнёром, с вашим новичком, он будет записывать, как он проводит собеседование, как он проводит презентацию с вашим новичком. И потом это собеседование скинет вам. И вы посмотрите и будете учиться, как проводить со знакомыми презентацию, как доносить информацию. Потому что сейчас, конечно же, скайп немножко отживает, да, то есть уходит на второй план. У них всех есть скайп, поэтому не со всеми получается сделать конференц-связь. Это, конечно, очень идеальный вариант, когда вы приглашаете своего кандидата на скайп к спонсору. То есть спонсор проводит презентацию, вы сидите, слушаете. Но последние, я вижу, полгода у нас нету, ну, очень мало таких собеседований именно с новичками, с кандидатами. Вот, поэтому именно, как много презентаций сейчас проводится по WhatsApp, голосовыми сообщениями, да, то есть со звонами по телефону. Поэтому вот этот вариант, он очень крутой, да, когда ты записываешь, скидываешь новичку, вот, итог, результат, так скажем, презентации, вот как была проведена презентация. А вы учитесь, ребят, поэтому, ну, 3-5, да, ну, в зависимости от качественности людей. Но, конечно же, это не будет проводиться, еще раз говорю, да, за вас работа. Поэтому новички, вот если вы новички, боитесь сначала, что вашим знакомым вам откажут, еще что-то. Ваша задача позвонить и сказать, привет, привет, как дела? Хорошо, да, то есть сначала просто узнать, как у человека дела, утеплиться, вот, и сказать, слушай, а у меня есть деловое предложение. Ну, это даже можно не так сказать, да, то есть деловое предложение как-то сразу, ну, смотря кому. То есть если мало знакомые, то есть вы давно, например, ему не звонили, этого человека, вот, то сказать, как бы говорить, привет, как дела, ля-ля-ля-ля, то есть человек скажет, мы с тобой там, я не знаю. И в школе ты особо не общались, а то у меня спрашиваешь, как дела. Можешь сказать, слушай, я к тебе по делу, да, вот, вообще себя интересует, возможно, дополнительные доходы. Я сейчас устроилась в фирму, вот, и там очень классный карьерный рост, и я слышала, что в фирме требуются сотрудники, менеджера, и несколько менеджеров точно требуется. Если тебе интересно, вообще, интересно тебя, это интересует, а что это такое, да, иногда спрашивают. А вы говорите, слушай, сама только стажировку прохожу, сама недавно работаю, вот, поэтому во всех нюансах еще не разбираюсь. Я дам твой телефон менеджеру, такому-то, такому, там, Екатерине Сережниковой, она тебе позвонит и все расскажет, окей, окей, все. И когда человек дает мне уже телефон своего знакомого, я знаю, что человек уже подготовлен, и я буду говорить. Я вам звоню от, там, Натальи Хитагуровой, вот, вы интересовались работой, вас интересует, бла-бла-бла, да, и поехала проводить презентацию. Понимаете? Кто понял, как это должно происходить грамотно? Вот, то есть, ваша задача, ребят, может быть, вы по-другому будете это говорить, может быть, как бы, вашим, по-человеку, не надо шаблонно, ребят, не надо шаблонно, разговаривайте с человеком и приглашайте на собеседование к спонсору. Не надо говорить только вопросы, такие слова, как спонсор, собеседование, ну, допустим, спонсор, менеджер. Ребят, на обычной работе нет таких, да? Есть сотрудники, нам требуются сотрудники, например, да? Я слышала, там требуется несколько сотрудников, тебя интересует доход от 30 тысяч и выше, давай, тебе позвонят, объяснят все нюансы, да, инструкции. Вот, все, это же легко. И таким образом, обзванивая своих знакомых, обязательно, ну, понимаете, даже если вы, допустим, 5 человек в день будете обзванивать, один человек по-любому скажет, ой, слушай, да, я как раз что-то там, или в декрете, как раз-таки, там, ребеночек подрос, я ищу работу, ой, слушай, там, конечно, дополнительный доход не помешает, давай пусть позвонят, расскажут, мне очень интересно. Как думаете, если вот так сказать, найдутся люди, кому это будет интересно, и кто даст телефон, и разрешить дать телефон своим знакомым? Ну, я думаю, да, и я уверена, что да, потому что практика об этом говорит. Ребят, просто когда ты позвонил одному, там, двум людям, то, конечно же, результата не будет. Еще, знаете, такая есть фишка, приглашайте сначала людей, кто, как вы думаете, априори вам откажет. То есть, кому это не надо? То есть, вот вы видите, слушай, ну, ей вот это не надо, позвоните в первую очередь ей. Как вы думаете, почему, для чего эта техника? Для чего? Получите опыт. Ладно, уже много, осталось буквально пять минут, поэтому я ускоряюсь. Правильно, да. То есть, понимаете, очень часто происходят, когда у нас ожидания больше... Леш, еще пять минут, я заканчиваю. Когда ожидания больше, когда мы говорим, ой, слушай, сначала выбираем из списка людей, которые, как вам кажется, точно согласятся. Ой, в школе такая активная, ой, да она такая позитивная, ой, да она такая болтушка, вообще, прямо для нашего бизнеса. Вот бывало у вас такое? Я уже закрыл, пожалуйста, дверь, я закрываю, и очень громко. Вот, было такое у вас? И вы этому человеку проводите презентацию, вы ему звоните, и именно этот человек, на который вы делали ставки, он болтун, активный, а в нашем деле он вообще делать не хочет, он просто болтает по жизни. Либо он человек говорит, да ты что, да ты вообще, что ли, да куда ты вообще вляпалась, говорит тебе. Ты рассчитывал, что он тебя поддержит, потому что это твоя подруга близкая. Вот, а она говорит, ты что, ты куда вляпалась, вообще, что ли, больная. Вот было такое? Было. А если спрашивают сразу, в какой компании работаешь? Мариш, скажи, слушай, тебе нужны деньги или не нужны? Это международная компания. Тебе позвонят и все расскажут, и все вопросы задашь менеджеру по подбору персонала. Ну, нет, ну, конечно, если тебя это не интересует, то, ну, извини. Понимаешь? Сделай так разговор, чтобы человек, у него мысли не было задать, а что там за компания. То есть заинтересуй человека, узнай потребности, понимаешь? И сделай предложение. Хочу чай. Зайчик, сейчас еще пять минут. Вот, то есть просто, ну, как-то так говори, что не надо говорить. Если ты скажешь Арифлейм, нет, все. Понимаешь, люди не знают ничего про Арифлейм. Поэтому, конечно же, твоя цель так пригласить, чтобы не говорить, что за компания. Запишите, потренируйтесь. Вот, будьте увереннее, настойчивее. Либо можно от третьего лица, ребят, брать рекомендации. Слушай, занялась интересным, ну, неинтересным делом. Развиваю, собственно, занялась интересным бизнесом. Вот, или начала работать в компании, где требуются сотрудники. Вот, так и так, да. То есть карьерный рост, зарплата в перспективе, там, 30-50 и выше. Требуются сотрудники. Скажи, у тебя есть активные люди, кто ищет дополнительный доход? Ну, сейчас сумбур, ребят, говорю, вы сконцентрируйте это. Я просто уже тороплюсь. Вот, то есть брать рекомендации. Слушай, а у тебя есть знакомые, кому это могло бы быть интересно? Потому что я слышала, что нужны новые сотрудники. Компания идет на расширение. И как раз-таки в нашем городе, или там, в вашем городе, нужен филиал. Скажи, пожалуйста, у тебя есть в городе знакомые, которые хотели бы возглавить филиал, да, компания? Компания международная, классная. Но все вопросы на собеседование, я просто вот узнаю. Мне вот дали задание узнать. Понимаете? Можно же так сказать? Можно так сказать. То есть рекомендация, ваша задача взять рекомендации либо этого человека, либо другого. Есть вопросы? Ну, вот этот скрин давно уже, да, я давала, он не менялся. Скрин сделаете. Вот такими фразами тоже можно приглашать. Ну вот, диалог со знакомым, брать рекомендации. Сейчас кризис, многих уволили, урезали зарплату. Подскажи, с кем можно пообщаться. Да, то есть, если у тебя знакомые. Что еще можно делать? Можно делать переписки, ребят, в WhatsApp, в Viber, в Telegram. Вот, замечательно, вот, проводятся такие собеседования, такие переписочки, берутся рекомендации, так что приглашайте. Что еще можно делать? Как я уже говорила, да, наша задача отправить всех, добавить к себе на основные, ребят, на основные, не на рабочие, не на фейковые страницы, на основные страницы по личному бренду, который вы развиваете. Вот, то есть, вы находите знакомых, вы, я знаете, как еще делаю? Я захожу к своим знакомым и иду в их знакомых, ну, в список их друзей, например, там, в Одноклассник, либо ВКонтакте, и уже из них ищу знакомых и добавляю, понимаете? Добавляете в друзья, смотрите, он вам добавился в друзья, он вам лайкнул какую-то фотографию, ты говоришь, привет, как дела? Или, о, сто лет не виделись, как живешь, где живешь, с кем живешь, сколько детей, бла-бла-бла, понимаешь? То есть, налаживайте отношения, а потом делайте предложения. Слушай, такая клевая, такая активная, смотрите, можно, понимаете, еще смотреть страницу и за что-то цепляться. Ой, слушай, ты живешь в доме в частном? Ой, я так мечтаю, расскажи вообще, как тебе, вот я в квартире до сих пор живу, а тебе нравится, да? То есть, или, например, ой, слушай, там, по детям какие-то вопросы. Ой, слушай, вы в этом лице учитесь, я тоже, допустим, хочу ребенка в этом лице, расскажи. То есть, какие-то там, ну, моменты, да, цепляетесь и потом делаете предложения. Слушай, такая активная, классная, я как раз учу новых партнеров в себе в бизнес. Тебя вообще интересует, по-моему, знаход или там кто-то из твоих знакомых. Все. Ну, и переписки у вас возникают. Поэтому ежедневно добавляя в социальных сетях знакомых ваших знакомых, да, вы расширяете реальных подписчиков, реальных друзей, и это ваша целевая аудитория. То, что вам и надо. Вот, ну, вот пример, например, переписочек, да, как я это делаю, утепляюсь, делаю предложения, набираю новых менеджеров в новый интернет-проект. Мне нужны такие активные люди, как ты. Давай встретимся, обсудим, да, когда сможешь. Вот. Например, другая переписка, да, то есть, человек был раньше в Reflame, я узнаю, есть ли у нее активный номер или нет, предлагаю новый бизнес-проект, она мне говорит, нет, меня не интересует. Ребят, у меня тоже есть такие люди, которые мне отказывают. У меня тоже есть люди, которые приняли, ну, как бы предложение написала, а они отмалчиваются. То есть, молчуны такие у меня тоже есть. Не думайте, что у меня, ребят, все прям вообще, да, соглашаются. Очень много наблюдателей. Но оно даст прорыв, обязательно даст. Сегодня один, завтра другой. Просто это нужно начинать делать уже сегодня. Ребят, если человек пока не готов в бизнес, да, прийти, если человек не готов сразу серьезно ворваться в бизнес, предлагайте демо-версию, но обязательно дорабатывайте, обязательно дожималки отправляйте, потому что очень многие люди приходят в бизнес именно после дожималок. То есть, есть такая демо-версия, об этом даже говорили кто-то из... А, Васильев об этом говорил. Эдуард, исполнительный директор. Он говорит, что, кто слушал, да, онлайн-эфир, что я приглашаю человека на бриллиантового директора. Если человек не готов еще вот мозгами на бриллианта, как бы планку у него, но он не может представить себе, что он зарабатывает 200 тысяч, да, то есть я ему опускаю планку до директора. Если человек до директора, я опускаю планку ему ниже, на уровне потребителя, на уровне нам партнера, консультанта, если он и это, то просто предлагаю демо-версию, зарегистрируйся, сделай заказ, наблюдай, смотри, да? Да-да-да, в обратное. То есть не с точки зрения на вот давай, зарегистрируйся, потом, допустим, вот на менеджера, на директора, ну и потом на бриллианта. А наоборот, вот с бриллианта и вниз. Поэтому, ребята, очень многие именно после дожималок, после вот таких вот предложений демо-версии регистрируются. Ну вот, поднижаем планку, да, как я и говорила. Вот, что еще вам рекомендую иметь, коллеги? Сейчас весна, сейчас лето, да, то есть, как я уже говорила, очень много активных контактов у вас будет. Поэтому обязательно сделайте себе визитки. Есть потрясающая программочка «Мастер визиток». То, что раньше я делала в типографии, платно, сейчас это можно сделать самим в программке, распечатать на плотной бумаге. Вот, вот такие классные визиточки. Не нужны никакие типографии, ребят. Но визитка – это инструмент, который позволяет вам, сделав контакт, оставить за собой след, да? То есть оставить. И я всегда говорю, когда я человеку даю визитку, это уже я имею право на то, чтобы спросить у человека телефон. Пока я человеку ничего не дала, я не имею права. А какой у вас там телефон? Давайте я запишу, да, у незнакомого человека. Вот. Например, вот активные контакты у меня, пока я ехала, например, от подруги в Москве на такси ехала в аэропорт. Вот. И, ну, там сколько было ехать? Ну, минут, наверное, 30 мы ехали. И вот с мужчиной, этот, разговорились о том, о сём, о жизни, да? Вот. И я сразу, а как вы относитесь к сетевому? Начали общаться. И знаете, что человек сказал? Он думает, что сетевой. Он говорит, да, у меня был один опыт. Какой компании? Да не знаю. Я, говорит, пришёл, мне дали ножи продавать. Я ходил по улицам, ножи продавал. Потом увидел, что у бабушки около метро ножи такие за 15 рублей. И всё, понимаете, бизнес на этом закончился. И он думает, что это сетевой бизнес. Ребят, вы понимаете, что люди вообще ничего не понимают о сетевом бизнесе? И о нас тоже. Вот. Вообще. Всё. Я вынула визитку. У него жена тоже приезжает. Они из Тольятти в Москву. Работы нет в Тольятти. Вот моя визитка. Заинтересует бизнес. Вас, там, сына. Я на связи. Всё. Понимаете? То есть всё, пока ехали, контакт, вот вам визитка. Надо будет позвонять, напишут. Поэтому, ребят, вот этот инструмент вы должны обязательно сейчас иметь. Напишите цифру 10, у кого есть визитки. Да, конечно, Дмитрий. В Крыму это краснодарский филиал. То есть из Краснодара есть доставка в Крым просто легко. Сейчас это уже Россия, поэтому легко. Без проблем. Мало десяточек. Ребят, имейте. Имейте обязательно. Ну и последний слайд. Коллеги, запомните, что не каждый вам будет говорить «да». Отрабатывайте статистику. Нарабатывайте опыт. Нет, это наша работа. Да, это наша зарплата. Как говорила Томила. Да? То есть нет, 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 да. И чем больше вы соберёте «нет», знаете, ещё есть такая фишка. На «нет» говорит «спасибо». «О, нет, фигня, лохотрон, мне не надо». «Спасибо». За что спасибо? Ну, я быстрее найду положительный ответ. То есть потому что ваша цель – собрать «нет». «Нет», сказали «спасибо», «нет», сказали «спасибо». Следующий сказал «да». Эх, придётся зарегистрировать. Да? То есть как бы такой тоже мотивационный момент. Поэтому, ребят, пишем в списке знакомых, прокачиваем тёплый рынок, приглашаем на собеседование. Сначала к спонсору «пять встреч». Потом научились – делайте сами. Если вы сейчас уже готовы это делать сами, берите, звоните, предлагайте, приглашайте на бизнес. Не приглашайте в «Рифлэн», приглашайте в бизнес. Говорите, как здесь круто. Люди ничего не знают о нашем стиле жизни. Так что всем желаю, чтобы к вам пришли ваши автономные работающие лидеры, ключевые партнёры, чтобы ваш тёплый рынок, ваши знакомые, наблюдая за вами в социальных сетях, присоединялись, становились вашими бриллиантовыми директорами. Всё, я закончила. Я передаю слово Екатерине Гермышевой для проведения планёрки команды Серёжниковой и Гермышевой. Запись я отключаю. Сейчас у нас...